Микс Ньюс Лидер молодежного движения Гетто Геймс Раймон Телбатян у нас сегодня в студии. Доброе утро. Доброе утро. Начало сезона светит вот-вот уже. 13 мая. Когда и как это будет? 11 сезон уже открывается. В прошлом году юбилей был. Латвия маленький юбилей, большой юбилей, вернее, празднула, и вы маленький. Да, ну прошло 10 лет, многое научились, и сейчас начинается новое десятилетие. 13 мая открытие сезона. Думаем, чем же людей удивить опять. Вообще, в целом, сам сезон мы планируем вывести на новый уровень, потому что у нас в этом году проходит и отбор чемпионата Европы по баскетболу 3х3, но это будет в конце июня. Также у нас там челленджер, что является большим таким ивентом по баскетболу 3х3. Тем, кто еще не знает, баскетбол 3х3, то, что раньше был стритбол, внесен в Олимпийские игры. И наша команда вот только что выиграла первый Мастерс, который это самый высший турнир, который сегодня есть в этом виде спорта. И на сегодняшний день находится на третьем месте в мировом рейтинге. И 13 мая у нас будет проходить Сателлит, это будет отборочный турнир на Москва Оупен. Это тоже очень легендарный турнир. В принципе, там я начал играть 13 или 14 лет назад, и оттуда у меня вообще появились какие-то мысли, что надо было бы в Латвии тоже сделать что-то качественное. Тогда это был еще уличный баскетбол, сейчас он переобразовался в баскетбол 3х3, и вот мы будем разыгрывать путевку именно на Челленджер, который будет проходить в Москве. Так что много международных команд и очень-очень сильный и серьезный турнир. То есть вы так с улиц, с уличного спорта в Олимпийские игры, например, дорожку проложили? Ну, в принципе, такой даже есть слоган «From streets to Olympics», но я скажу, что если мы в Латвии можем, ну, я не хотел бы использовать слово «похвастаться», но у нас есть ребята, которые были там очень слабые в баскетболе, и они, в принципе, уже заканчивали карьеру, и играя на улицах, они все-таки нашли себя в баскетболе 3х3. Но сейчас мировой опыт показывает то, что люди просто, те, которые, скажем, второго эшелона, ну, не самые лучшие, которые могут подписать очень хорошие контракты в баскетболе 5х5, страны, федерации берут тех людей и начинают играть 3х3. Ну, и, конечно, по результату им пока что так хорошо не получается, потому что все-таки надо сыграть очень много игр, и должен быть, есть такое английское слово «passion» в этом деле. Страсть. Страсть. И без страсти тут никак, и, слава богу, что у наших лучшая она есть. Чем отличается вот все-таки 3х3 от классического? Какие тут есть какие-то хитрости? Да, тут очень много, на самом деле, уже хитрости, потому что, во-первых, 3х3 играет на одно кольцо. Это раз нападает 12 секунд. Игра очень быстрая, когда вылетает мячик из-под кольца, то есть ты забил очко, и сразу же противник может брать мяч, давать на трехочковую линию, и сразу может происходить бросок. Это, в принципе, как спринт. Если в баскетболе 5х5 ты еще можешь где-то там отдохнуть, потому что у тебя еще 4 игрока на площадке, то тут, в принципе, ну, скажем, я сам тоже играю, и я могу сказать, что ты сам прям просишь замену, потому что ты не можешь выдержать этот темп игры, он очень-очень быстрый. Пока не внесли эти 12 секунд, можно было там еще как-то это все так легко тянуть. Но сейчас очень физически оно сложное, и, наверное, для слушателей будет интересно, что мы играем мячом не седьмого размера, а шестого размера, но он такого же веса, как седьмого размера. Ну, как бы там есть своя специфика, и, конечно, игра на улице, там всегда ветер, там, может быть, разные погодные условия, но не играет в дождь, потому что есть специальное покрытие, на котором играет. Но мы в Латвии как? Если у нас дождь, то мы просто снимаем покрытие, и играем на асфальте. Такой у нас опыт, и у нас... Чем еще отличается в Латвии баскетбол 3 на 3, что мы с 16 лет вверх играем без судей, когда у нас не международные турниры, мы играем без судей, потому что мы считаем, что это помогает открыться и развиваться нашим баскетболистам быстрее, чем в других странах. То есть сами между собой сразу, ну, понимают, что там очко и так далее? Да, 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 они сами считают. А спорные ситуации? А спорные ситуации мы воспитывали 10 лет, чтобы их не столько было, и если есть спорные ситуации, ты просто берешь мячик, кидаешь трехочковый, если ты попал, то тебе правда, если не попал, то неправда. Игра по понятиям. Ну да. А вот про площадку, вы все-таки пропагандируете себя как уличные, доступные и так далее, и все знают, наверное, что Gryzenkons это главная площадка Гетто Геймс, туда могут прийти любые люди, вот проходя мимо, просто захотели, вот сейчас послушают, кто-нибудь захочет сыграть, или надо записываться, как-то вступать в какие-то команды? Ну, во-первых, я хочу тут сразу похвалить рижскую инфраструктуру, площадок в целом, потому что за последние там 7 лет то, что настроено, и что сейчас еще строится, например, даже в той же самой Иммонте, со мной консультируется строитель, там, Рижская дума дала мой контакт, чтобы посоветоваться, какую надо именно строить площадку, чтобы все было по нормам ФИБА и так далее, так что у нас скоро в Иммонте будет топовая площадка, ну, скажем, по качеству, что там можно будет даже проводить на высоком уровне разные мероприятия, там, Ипшум Департамент работает, ну, с этим проектом, и я хотел похвалить, что у нас инфраструктура на сегодняшний день, я думаю, что мы одни из самых крутейших просто по баскетболу три на три, но в Грязинькаунс, да, любой может приходить, но я скажу так, Грязинькаунс стал местом ивентов, он, ты туда, там открытый тренажерный зал, там беговые дорожки, там такой наш гетто family place, где ты можешь, ну, это все открыто, ты можешь приходить с 7 часов утра, тренироваться, развиваться и делать что угодно, но мы не можем сравниться с Baron Quartals, где там скейт-парки, там для маленьких детей, для всей семьи и так далее, и мы находимся друг от друга всего лишь там 500 метров, да, так что, в принципе, люди, с семьей идет Baron Quartals, но когда ивенты, тогда они проходят в Грязинькаунсе, где гетто колизей и все вот эти дела. Масштабно так звучит, где-то колизей, но вы же не сразу получили это место и добились, тоже был какой-то путь, как вы доказали, что это надо, Риги в том числе, и не только Риги, вы ведь во многих-многих городах приезжаете. Ну, на самом деле, там уже был скейт-парк, когда мы туда пришли, мы просто туда добавили командные виды спорта, мы сегодня говорим много о баскетболе, но также уличный футбол сейчас, ну, это проект, который мы хотим раскрыть крылья на мир, потому что у нас очень крутой турнир по футболу 3х3, и в следующем году мы планируем проводить евротур с финалом в Риге, там будет в 12 странах проходить этапы, и финал будет в Риге, так что я думаю, что именно футболом мы завоюем мир. Ну, у вас еще и танцы, тоже уличные танцы. Уличные танцы, ну, не уличные бои, но называется Get a Fight, но это по правилам панкратиона, и у нас два ивента таких проходят, но в целом это зал Севарч, который, я считаю, что это одна из лучших социальных ответственностей на сегодняшний день с нашей страны, там приходит очень много той самой аудитории, о которой иногда люди говорят, что там, ну, не то, что надо кого-то там спасать, или воспитывать, но там специфическая аудитория, которой сегодня нужна именно такое потребление энергии, я бы так сказал. Вот говоря про такую социальную, скажем, незащищенную часть вашей аудитории, насколько дороги, насколько дороги, может быть, увлечения спортом, насколько, скажем, это доступно, то есть, например, футбол, баскетбол, каких вложений требует от родителей, например, подростка для того, чтобы его оснастить? Значит так, парк и мероприятия, они всегда были и будут бесплатные, мы сами, в принципе, себе наступили на ногу тем, что у нас это в нашем внутреннем уставе, что все гетто-мероприятия всегда должны быть, значит, без входа, без билета на вход, но люди платят небольшое участие, это там 10 евро, 15 евро с команды, взрослые платят 15 евро с команды, дети до 16 лет платят 10 евро с команды, это 2,50 на человека, я думаю, это очень демократично и всем доступно, но если у тебя нету денежки, то ты можешь участвовать без денег, но в принципе, таких случаев у нас не так много, мы также узрунаем, обращаемся каждый год к департаменту благополучия Рижскому, да, и все детдома и так далее, мы их приглашаем участвовать бесплатно, но скажу честно, что они не используют эту возможность, не знаю, может быть, я до конца не могу понять, может, радиослушатели могут мне подсказать, что мы делаем не так, но мы уже распробовали все варианты, мы шли к ним, прямо к детям, мы идем к учителям, к директорам, собираем там советы и так далее, и так далее, и к сожалению, очень мало именно детей с этой Рижскогруппы, да, и приходят те, которые или раньше тренировались в спортшколах, или сейчас тренируются в спортшколах, да, и что я еще хочу поменять чуть-чуть умышления людей, мы кричим все время о каких-то надо кого-то спасать, и мы боремся с последствиями, но я считаю, что тем же самым людям, которые сегодня идут в спортшколы, они тренируются, приходят те самые три месяца, когда на самом деле самая большая вероятность, что с ним может, он может перейти в эту рисковую группу, да, и я считаю, что работа превентивная должна проходить еще больше, чем борьба с последствиями, потому что, чтобы вытянуть потом кого-то, это займет куча ресурса, куча времени и так далее, и на сегодняшний день я поменял, на следующем десятилетии, потому что мне в какой-то момент казалось, как так, где эти дети там с улицы и так далее, я так хочу их спасать, и мне как-то казалось, ну, потому что когда мы начинали, там 100 детей было много, а когда ты уже делаешь ивенты, где-то по 2-3 тысячи молодых людей, ну, просто столько нет в этой, ну, риска групп, их просто нет, и мы поменяли свое мышление на превентивную работу, и надеемся, что через 10 лет у нас вообще, ну, через 10, наверное, нет, но через 50 не будет рисковой группы. А вы сказали, что у вас бесплатное, ну, практически бесплатное, очень недорогое участие, и бесплатное участие в ваших мероприятиях зрителей, за счет чего вы живете? Мы же, у нас 7 разных финансовых источников, это, это, во-первых, мы продаем рекламу спонсорам, второе, это будут эти маленькие взносы, третье, это будут меценаты, это всякие добрые люди, четвертое, это будут государственные программы под социальные, там, Вайн Вестлэйс Министрии, или благополучие, или култур, ну, у нас 4 разных министерства, с которых теоретически под какие-то программы мы все время ищем каждый год возможность что-то оттуда получить, также Рижская дума, которая уже 7 лет, прям, прям такой партнер, партнер во всем, да, что я еще не назвал, это европроекты, и не назвал, а, ну, еще маленькие муниципалитеты, которые, которые, по регионам, когда мы ездим. У нас был звонок, а, вот, вернулся там звонок, вы звоните, задавайте свои вопросы, не откладывайте до конца эфира. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, я вас хочу поблагодарить за этот проект, потому что мой сын регулярно участвует в Гетто Геймс, и, ну, во-первых, дошло до того, что он стал отменять отпуска, который мы всегда проводили вместе за вас. Я в этом плане, скажем так, ну, был очень удивлен, что это все сработало. Я реально смотрю, какой он приходит и с каким удовольствием, настроением он уйдется на Гетто. Я говорю конкретно про футбол. И, ну, слушайте, ну, это суперпроект, конечно, потому что кто из родителей, может быть, слушать и не знает, но это такой досуг, которому можно только пожелать. причем не требуется каких-то бешеных спортивных достижений. И люди играют, это азарт, это удовольствие, это времяпрепровождение, ну, не связанное с употреблением алкоголя и наркотиков. и, ну, чисто как родители, если у меня ребенок занимается, ходит туда и какой-то досуг и спортивный, и знакомство, просто, просто, ну, я уже даже не говорю о том, что благодаря вашим спонсорам мы уже год не пользуемся моющими средствами, потому что шоу в футболе они выигрывают на Гетто, и это реально большое спасибо вам. спасибо. Классные майки, и классные всякие сувениры, ну, это реально работает, ребята, спасибо, круто, спасибо. Спасибо. 672-12-93-9, 672-13-93-9, можете звонить нам, задавать свои вопросы или делиться вот такими, мне кажется, очень позитивными отзывами. И ватсап у нас тоже, 230-6191. Мы говорим все время вот о каких-то в группах риска, а вот могут ли быть все-таки как много, скажем так, детей из хороших семей, отличников, ну, то есть, участвуют в этих, потому что, иногда мне кажется, что вот многие эти геймсы ассоциируются все время с какой-то вот, с хулиганами. Потому что, потому что нам, к сожалению, мы идем под все программы, где, потому что в Латвии, я не знаю, ну, я не хочу говорить, что Латвия там плохая страна, я думаю, что и в Европе, и в других странах, к сожалению, нет денег для превентивной работы. У нас есть только, ты должен говорить о каком-то риске, чтобы говорить о, ну, чтобы искать какие-то программы, под которые могут быть деньги. И потому, наверное, я очень открыто и прямо даже в эфире об этом говорю, что нам приходится брать те деньги, которые идут под риск, чтобы заниматься превентивной работой. Так что, я надеюсь, что, может быть, нам и что-то урежут за мои слова, но я надеюсь, что именно по-другому найдут возможности, чтобы люди, уже десятый раз скажу, смогли работать превентивно, найдут средства. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, эти вот руководители детдомов, они, скорее всего, боятся ответственности. Отпустишь ребенка, а вдруг что-то с ним случится. Потом из районов надо доставлять на чем-то. Они не хотят, вообще не хотят возиться с этим всем. Это вам надо, я не знаю, кому подчиняются эти детдома, надо с их руководством разговаривать сверху, чтобы буквально чуть ли не приказом это было. А сами они не захотят. Им не хочется лишнюю ответственность на себя брать. Спасибо. Спасибо. Кстати, вот насчет районов, скажите, пожалуйста, ведь Гетто Геймс действует по всей Латвии, и как вот с районами? У нас сотрудничают с муниципалитетами, мы едем и делаем ивенты, ну, делаем, например, там, с Милтона проходит, там, Гетто Футбол, в Алмире будет проходить Гетто Баскетбол. У нас 8 турниров, 8 турниров в регионах по баскетболу и также и по футболу, но это больше связано, там, с праздником города, когда там проходит праздник города, мы приезжаем, делаем соревнования, туда приезжает половина команд из Риги и вторая половина, скажем, местных команд, но это только один турнир. В Риге у нас в каждом виде спорта проходит по 14 турниров плюс суперфинал, да, и, конечно, в регионах было бы сложно собрать столько людей, столько команд, потому я говорю, что, в принципе, гетто-проект, он такой, тебе должен быть город-миллионник, и тогда ты можешь, ну, уже творить и делать и развивать, и это может быть как движение, но в маленьких городах, расскажу про идею, это не только идея, в этом году мы ее будем реализовать, по баскетболу у нас планируется, значит, 9 автобусов с регионов, что дети смогут приезжать участвовать до 16 лет, он с утра садится в автобус там в 8-9 часов утра, приезжает в Ригу, играет с 2 до 6, и в 6.30 он уезжает обратно в свой регион, два автобуса будет из Эстонии, два из Литвы, и получается там 5 автобусов из регионов, но на сегодняшний день ему будет билет стоить столько же, сколько стоит автобус от этого места, кто знает, может быть, в будущем мы найдем партнера, но я достаточно уверен, что мы должны реализовать возможность, но финансы, они должны, ну не то, что дети, но, не знаю, учителя, компании, кто угодно, должны находить, потому что все, что ты даешь бесплатно, это обесценивает ну, саму суть, и тут не о том, что там зарабатывать, на этом никто не планирует зарабатывать, это невозможно на этом заработать, на самом деле Гетто, чтобы всем было понятно, мы зарабатываем своим ивент продакшеном, мы продаем свои услуги, как рекламное агентство, потому что из этих молодых людей выросло очень много хороших специалистов, у нас две работы, одна работа это то, что происходит на площадке и на ивентах, вторая, то, что у нас сама команда, всегда молодые люди, которые учатся делать эти мероприятия, учатся делать разные рекламные ролики, у нас возможность, у нас есть Гетто Академия, в которую можно поступить и учиться и, скажем, из стороны организатора это все делать, у нас такие кадры, как Рейнар Зелтинч, Виктория Камаза, которые много на телевидение уходят и так далее, так что, ну, вообще, такие нормальные дети у нас и молодежь, не знаю, все говорят, что какие-то проблемы с молодежью, но она, конечно, другая, она другая, но она никакая там более проблемная, чем там 20-30 лет назад. Как прийти к вам, насколько вы открыты, если, прошу прощения, если кто-то, например, не состоит вот в этой где-то семье, хочет, не знаю, выступить на соревнованиях с уличными танцами или... Не, на соревнованиях ты там вообще все просто, заявляешься и участвуешь. Сегодня, чтобы попасть в команду, там у нас каждый год, ну, можно и в любой день, в принципе, написать там письмо мотивации, мы его читаем и понимаем, надо нам пробовать сотрудничать или не надо, потому что, ну, есть 24 часа в сутки и мы не сможем с каждым ребенком на свете пообщаться индивидуально и так далее, но если мы будем видеть, что он в этом направлении хочет и хочет развиваться, то он сначала начнет с метлы, а потом он уже будет как-то расти по своей карьерной лестнице в гетто, но у нас нету цели его держать всю жизнь в нашем проекте, у нас цель, чтобы человек пришел, научился метлу толкать или тянуть, это тоже достаточно важно, там, мыть трибуны, ставить баннеры, флаги и так далее, потом делать коммуникации в социальных сетях, там, делать инсесторий правильно и так далее, вообще понимать, для чего мы туда приходим, для чего мы это все делаем, и когда ему уже образуется такая достаточно адекватная социальная ответственность, то его, в принципе, можно выпускать в мир, так что, ну, примерно так мы с ними работаем. А как учатся вот действительно вот этому искусству менеджмента, то есть, я понимаю, что здесь же нужен какой-то все-таки опыт, не, ну, приходит молодой человек, который, которому вы, я понимаю, помогаете организовать какие-то мероприятия, то есть, он вливается в эту команду. Мы просто организуем, и я считаю, я даже считаю, что образование будущего, это будет то образование, которое будет помогать ребенку развиваться быстрее, чем сама жизнь, да, на сегодняшний день ты идешь в университет, 3-4 года сидишь, там что-то выучаешь, я не говорю про докторов, я не говорю про тех, которые будут там потом резать и лечить, но, я считаю, почему ты можешь очень быстро учиться на гетто, у нас больше, чем 60 мероприятий каждый год, я еще не рассказывал там про Венспилс, про там фестиваль где-то 1500 участников там с 30 стран и так далее, ты можешь быть реально в инсайде, ну, все слушатели понимают, что такое, когда ты начинаешь уже работать, ты очень быстро начинаешь понимать, и когда у тебя есть конкретные цели, и ты работаешь рок-рока, ну, с реальностью, ты, ну, в процессе, да, в процессе, ты же быстро учишься, да, потом там сходство, не сходство какого-то там характера, но мы работаем по простой структуре, поскольку я сам школу закончил только в 32 года, то у меня не было плохого опыта с образованием, у меня был только хороший опыт, и мы работаем по принципу, как это происходит в спортивных командах, это должно быть там нормальные ценности, человечество с друг с другом, я не говорю, что у нас нету там на высоких тонах в каком-то моменте, мы там не общаемся и так далее, все именно так, как в реальности, вот прям вот, иногда кричим, иногда там добрые слова, там другую говорим, но у нас есть такое внутреннее, что ты должен научить сначала говорить пожалуйста и спасибо, и когда ты уже это научился, то уже намного легче становится. А можно ли сказать, что вот выходя вот из Гетта Геймс, ну, то есть вырастая вместе с ним и участвуя в этих мероприятиях, молодежь получает, ну, какой-то опыт менеджмента, который можно использовать именно вот в жизни, ну, занимая какие-то руководящие должности, организаторские, проявляя способности? Ну, я скажу так, что за 10 лет выросло поколение, что, в принципе, в любую компанию у нас есть доступ, ну, так, потому что каждый год участвует больше, там, 10 тысяч молодых людей и просто у нас нет возможности, ну, там, у нас там рекламные места столько, сколько есть, и ты, ну, не можешь подключить всех друзей, потому что просто, ну, ну, просто физически нет места для этого и даже нет нужды, потому что там есть определенный бюджет, год, который ты должен собрать, чтобы качественно это все делать, ну, и как бы, но молодежь у нас выросла такая, ну, вот, вы знаете, в политику не так многие ушли, там, туда больше как-то уходят такие, не те, которым надо было бы уходить. А есть кто-то яркий представитель в политике, который, где-то геймс, которого вырастили, можно сказать? Вы знаете, в административной части, да, но, но такое прям как лицо не идут. Ну, как-то мы считаем, что мы вне политики можем сделать больше, чем в политике, и у нас очень хорошее отношение с многими политиками. Ну, что значит очень хорошее? Во-первых, там, с Рижской думой у нас, там, с Ушаковым классные отношения, также с Айверсом, Лембергсом, ну, в принципе, в любом муниципалитете, там, в Краславе, ну, в любом мы приезжаем каждый год, к мэру даем отчет, там, о прошлом году, говорим о перспективах в будущем, может быть, то, что пишут иногда, там, в прессе, какие-то, там, страшные, там, вещи и так далее, потому что как-то сейчас у нас так принято, некрасиво, там, ну, писать неправду и так далее, да, но в целом-то, там, не важно, там, с какой ты партией, важно, что ты адекватный человек и ты хочешь для этого общества что-то сделать, так что, на сегодняшний день, я надеюсь, что в будущем, может, будут яркие представители, но я не очень верю вообще в целом, ну, в политику, как, я верю в того, что мы каждый два должны понимать, что мы строим эту страну и тогда, может быть, что-то получится, но мы не можем каждое утро просыпаться и находить виновата, почему у нас тут чего-то нет. Собственная ответственность. Да. Одно из самых ярких событий, это был чемпионат или, как правильно назвать, по Сламденку, в прошлом году в павильоне, который реставрировался, и там была Кириленко, в общем, кого там только не было, чем вы так привлекли, их завлекли, почему вот они считают, что они должны и могут приехать сюда к нам. Ну, это такое статусное мероприятие, оно, но мы его в этом году не делаем, Сламданк контест, потому что он дорос, он слишком дорогой для нашей страны. Ну, просто вот, вот, ну, столько денег за три часа тратить без билетов и так далее, ну, это просто перебор. И мы там, ну, во-первых, мы эти деньги разделили на три-четыре разных сейчас мероприятия, которые начнут опять жить стартапа, это будет футбольный фристайл, там, чемпионат Европы по футболу три на три, ну, и так далее. Но в целом, Кириленко приехал, ну, вы же знаете, мир тесен, и много, много друзей у меня в России, и также, и, конечно, и в баскетболе, и так вот, вот через друзей прямо вот, ну, как бы мы пообщались, он нашел время и приехал, потому что у него и тут квартира в Юрмале, так что он достаточно часто приезжает в Латвию. Ну, вообще, то, что именно и у вас, вот вы говорите, чемпионаты Европы, это тоже должен быть какой-то статус, определенное количество спортсменов и репутация, наверное. достаточно авторитетные в своем деле в мире, так что, ну, первые 10 лет мы больше работали, чтобы здесь понять и тренироваться и так далее. На сегодняшний день я скажу так, что Латвия, Гризинкаунс, это наша такая лаборатория, в которой мы пробуем новые и новые проекты, но мы хотим это все перенести в мир, так что, возможно, что что-то будет там под Шанхаем, возможно, что в России будут новые проекты, так что мы будем больше как консультанты работать в этом, потому что мы можем, там, скажем, за миллион в год для города-миллионника за пять лет помочь поменять характер плохого преместия или района на достаточно, ну, на спортивный такой, трудно мне на русском все это сказать. переделать из деградированного спортивного. То есть, получается, что ваш опыт интересует в России, в Китае? Да, но с нами сейчас так как бы кто-то что-то похожее делает, они с нами общаются, но иногда очень интересно, когда ты садишь за стол с людьми, и они такие очень элементарные, ну, вещи не знают, но просто мы шли снизу вверх, и мы все эти, ну, все эти шаги прошли, да, и еще большая проблема, например, когда муниципалитет берет, и в Латвии такой проблемы не столько, потому что у нас был гетто геймс и так далее, но, например, там строят суперскую инфраструктуру, и приходят люди и начинают все ломать. Должны быть организации, которые приходят к муниципалитету и шаг за шагом развивают инфраструктуру, так что на сегодняшний день мир об этом, но они вроде понимают, что люди должны участвовать, но должно быть так, что люди просят и хотят, и тогда ты участвуешь в процессе развития, но если ты приходишь так же, как ребенка, ты когда в 18 лет даешь там ключи от там нового Х5 и так далее, то это уже прямой путь к деградации конченной такой, ну, чтобы ничего уже хорошего с ним не случилось, ты убиваешь любую мотивацию сразу, и так же, ну, как бы, как бы тут. То есть я понимаю, что речь идет о том, чтобы инициатива шла снизу, а то, что вот, например, вот даже в самом благополучном или неблагополучном самоуправлении невозможно сверху это создать, то есть вот пришел приказ от начальника, давайте организуем, и это... Это всегда будет намного сложнее для муниципалитета, чем тогда, когда... И главное, что еще надо давать не стопроцентно, а надо давать так, ну, не больше 50%, и тогда остальные 50% человек должен сам найти свою возможность, потому что, например, там та же самая Рижская дума в нашем проекте участвует как одна седьмая, ну, по деньгам, одна седьмая часть общего бюджета, и тогда это сотрудничество может быть, ну, таким адекватным, потому что если ты не можешь найти денег у спонсора, то, ну, это определяет твою реальность, если спонсор тебе не хочет у тебя покупать рекламу, значит, проект недостаточно хороший, да, и, ну, это же все регулирует, скажем, ты продаешь, значит, твой продукт что-то стоит, не продаешь, значит, думаешь что-то другое, так что, ну, как-то так. За скольки лет дети могут играть в уличные игры, будь то футбол, с фитбол? С 11 лет, ну, и там уже сколько организма держит. А есть, то есть нет верхней планки? Нет верхней планки, единственная планка, там, себя нормально вести, остальное, никаких таких, так как там уже родитель говорил, что нет алкоголя, нет наркотиков, ну, как бы про наркотик я вообще не хочу там лишнее разговаривать, но на площадке никто не курит, да, возле входа, там спортсмены выходят и каждому там свои какие-то, скажем, делишки, с которыми, наверное, они еще борются, но я раньше тоже подкуривал, так что я думаю, что в целом это все приходит с возрастом, когда уже эти ножки так быстро не тянут, и ты начинаешь искать где-то еще энергию, то ты начинаешь понимать, что хороший сон, ноль алкоголя, ноль курения и так далее, это может тебе помочь. А вы штрафуете за какое-то неподобающее, не знаю, кто-то придет выпивший или с похмельем, вы чувствуете, ну, будь то молодой человек или уже... Вы знаете, к нам даже приходит там, скажем, ну, очень такая специфическая аудитория, которая еще осталась там из прежних времен, ну, я бы скажу, ну, без понемных некий, да. Люди без определенного места жительства. Да, одно дело, когда там молодой человек где-то там что-то напился и пришел и начинает себя как-то там непонятно вести, но у нас таких прецедентов в принципе нет. Ну, другое дело, к нам приходят такие, ну, пьяненькие и без понемных, ну, они там сидят, если они, если они никому не, ну, вреда не делают, ну, пусть они там сидят, как бы, да, с алкоголем ты не можешь заходить, там, с бутылкой никто не сидит, но если он уже там где-то напился и пришел посидеть, пусть он посидит, потому что лучше пусть он у нас сидит, чем там кто-то его там бьет где-то за углом, так что, ну, мы как-то так на это смотрим. И, ну, в целом, с молодежи там не, там приходят молодые лидеры и на самом деле алкоголь-то не так уж и наркотики не так уж популярны среди тех спортсменов и так далее, у них там другие цели. Где следить за вами, как узнавать о соревнованиях и об ивентах? Ну, лучше всего это делать в социальных сетях, в инстаграме Geto Games, ну, Geto Games, ну, там есть Geto Games, Geto Basketball, Geto Football, Geto Dance, Geto Burger, мы знаем, тоже есть. Geto Burger есть, да. и в инстаграме, поскольку это очень популярно сейчас, но для, ну, в целом, конечно, есть сайт Geto.lv или GetoGames.com, Facebook есть еще, Facebook есть, но в Facebook очень сложно сейчас находить информацию, потому что там все очень так стало, хаотично, да, хаотично и так далее, так что основную можно на инстаграме, но на сайте, и, конечно, есть какие-то вопросы, надо прям писать сразу в директ, в инстаграм, и там сразу люди вам ответят. Спасибо, лидер молодежного движения Geto Games, Раймон Толбатян был у нас в студии, спасибо, что пришли, удачи вам в 11 сезоне.